жизнь идет вот и поэтому сегодняшняя наша презентация будет тоже новостная вот она последняя в уходящем году вот поэтому я тоже вас очень всех поздравляю с тем что год скажем так ну были хорошие моменты были очень плохие моменты да вот но как того же царя соломона на кольце вот написано все проходит поэтому мы с вами нужны вместе в нужный час вот я конечно очень признательны тем людям которые посещают и все равно верю в то что даже 10 человек способны спасти этот мир если действительно их сердца горят и несут свет людям как вот у анатолий дарда еще нецкого ну что меня зовут олег тарасов я являюсь партнером компании skyward community вот елочка движется у многих уже она наряжена да вот поэтому детки радуются внуки радуются у кого не есть до правнуки внуки вот мы конечно тоже все радуемся новому году такой знаете праздник действительно подарков снега у нас видите какая зима была вот и конечно же ждем тоже очень ждем выступление анатолий дарыч юницкого и надежды косаревой вот наверно поздравительно вот это вот больше чем может быть даже какие-то другие поздравления действительно компания юст создает принципиально новую транспортную систему экологичную безопасную комфортную экономичную вот так производстве такой эксплуатации с посредине другими существующими решениями и вот этот философия компании что транспорт должен быть решением широкого круга проблема них источником это что благодаря тому что система предусматривает перевозку пассажиров и груза в отдельном пространстве воздухе над поверхностью зиме является принципиальной важной схемы но конечно были попытки сделать такой транспорт на такой как допустим монорельс либо широко используемая канатная дорога но люди когда больше и больше узнают о транспорте труа струнном транспорте они конечно начинают понимать всю разницу всю масштабность и все все преимущества данной транспортной системы такие как безопасность доступность адаптивность экологичность и энергоэффективность поэтому транспорт гораздо дешевле часы чем многие существующие виды транспорта в частности вот метро которые я недавно прочел что будет продлина еще на 20 километров то трасса в дубае которые есть на 20 километров вот и тоже захватит там определенную она просто продлится в длину но как я вам говорил что в решение о том чтобы разветвить станцию метро в дубае нереально поэтому конечно же там будут приняты другие решения вот и я думаю что без транспорта анатолий эдуардович юницкого это не обойдет нет не пройдет мимо тем более что сейчас было много репортажей и вот очередное видео производство компания babylon gate films по заказу шаржа тебе также сняла документальный фильм о современных достижениях разработка научно-исследовательского технологического инновационного парка так называемый с рт парк шаржа да и вот в новом фильме действительно представлены инновационные проекты поддерживаемые данным парком но самым крупным и передовым из которых остальные был остается и наверное будет дальше также является you sky транспорт в это во время съемок вот анатолий эдуардович яницкий дал большое расширенное интервью да и данное интервью конечно поможет тем зрителям которые еще не знакомы которые может быть не знают не анатолий эдуардович не прибегал таким вот масштабным пиар акциям там и какой-то рекламе он инженер и мы знаем что он не просто инженер струнного транспорта он инженер мира поэтому он в первую очередь делает дела они делают вот эти вот скажем так пиар компании вот поэтому в данном случае это интервью востребовано она необходимо для разъяснения большинству людей что есть за транспорт поэтому действительно из этого фильмы многие люди узнают о беспрецедентной струнной технологии воплощенных транспортных комплексов вот которые сейчас проходят строится достраивать еще 200 трассы вы знаете по два с половиной километра в данном инновационном парке серти парк ну в данном интервью наш Анатолий Эдуардович генеральный конструктор назвал неоспоримые конкурентные преимущества проравнованной юска транспорт технологии то что это перевоз перевод груза и пассажиропотока на отдельный уровень и что значительно ну практически сто процентов повышает безопасность перевозок и обеспечивает все погодную круглосуточную работу в любом климате в любой климатической зоне экологические комплексы также второе преимущество да такой но одно из преимущества что их много опирается на одноточечные опоры на грунт что позволяет очень сильно вернуть землепользователям большие площади далее по сравнению с традиционными виды транспорта юска и транспорт потребляет значительно меньше энергии при этом развивает скорость до 150 километров в час и 15 этап как вы знаете будет строится высокоскоростной транспорт который будет развивать скорость на 500 километров в час при этом является низкая стоимость по строительству данной данной трассы по обслуживанию данной трассы по сравнению с конкурирующими системы такие как монорельс и метро придерживаясь совершенства обладая всеми необходимыми ресурсами компания юст гарантирует своим партнером строительство качественных безопасных экологически чистых и энергоэффективных маршрутов в любом регионе и в любой климатической зоне нашей планеты вот видите тут вот заканчивается интервью когда анатолий дарыч что-то рассказывает своему сыну денису да и тоже олег зарецкий тоже наверное принимал участие вот наверное тоже что-то говорил выступала это как генеральный директор по развитию региона маратских эмиратах по адресным проектом вот но сейчас вышла такая тоже статья называется между прорывной идеи и конкретной реализации и вот здесь очень интересные такие решения потому что в статье рассказывается о том что до сих пор ни одна монтажная организация не сталкивалась с монтажом струн на рельсовых транспортах и стопах потому что это делается впервые тем более вот в эмиратор да вот но при этом получается также ни один инженер-технолог не сталкивался с разработкой таких своеобразных процессов длина сплошной без компенсационных швов из стыков конструкции составляет 2400 метров которые монтируются снизу а затем полностью поднимается на расчетную высоту от 12 до 15 метров ну вот мы видим как это происходит да мы прошлый раз тоже с вами смотрели репортаж когда помимо всего прочего очень было 9 там было слайдов когда это все так вот показывали как и делали там действительно работают компании местные которые там либо это индусы либо может быть другие но именно те кто имеет право на выполнение строительных работ но под контролем конечно же анатолий дарыч юницкого и инженеров которые там сейчас находится вот и при этом говорится так смотрите как интересно с одной стороны инженерам предстоит задача воплотить реальность уникальный транспортный инфраструктурный комплекс там включается туда уникальный предварительно напряженный стакада наземная инфраструктура беспилотные рельсы в электромобиле и остальных колесах они называются юпот сейчас но с другой стороны надо оставаться конкурентно способным и при этом применять стандартные и понятные строительные решения поэтому как уже было сказано что что есть не надо не было не создавали что-то новое придумали вот обыкновенные подъемники которые в общем то есть который выпускается определенными компаниями и поэтому анатолий едуардович используя свой ум зная как это сделать как это удешевить и так далее вот таким вот образом стали применять вот эти подъемники будет вот видите их выстраивать ряд и при этом не надо чего-то строить и придумывать что-то новое сложное так далее используют то что есть может как подручные средства то есть то что есть ничего не изобретается да конечно было сказано чтобы как заявляют да есть мы должны признать что разработка инструментов приспособлений и вспомогательного оборудования собственности мы тоже неизбежно то есть были применены определенные вот вещи которые необходимы для строительства данных трасс но в целом получается любой технологический процесс он в основном построен на том что есть то есть какие-то процессы которые они уникальны но в основном это дешевизна заключается в том что используется то что есть и самый главный как бы технологический процесс простите сейчас именно ориентируется на время потому что время главное конкурентное преимущество поэтому придумать что-то новое изобретать какие-то подъемники делать нет берут то что есть и вот это вот очень важно важным также фактором является стоимость поэтому задача не только оставаться финансово границы но и создавать их для других компаний то есть получается конкурентно способность заключается в том что не нужно придумывать еще другие приспособления не нужно скажем так усложнять этот процесс технологически да все что есть контролируется но делается руками людей которых мы просто рассмотрели за час можно обучить кроме того кроме того используются те подъемники допустим которые уже есть и они в общем то их не надо опять-таки изобретать железно струнная транспортная эстакада предназначена для перевозки пассажиров и грузов должна обеспечивать безопасность людей и сохранность грузов поэтому качество работ является неотъемлемым и бескорто без компромиссным бескомпромиссным требованием и это всегда будет главным приоритетом для нашей компании заявляет заявляется в статье то есть юиска оценивая каждый процесс разработки внедрения этого сложного транспортного со структурного продукта неизбежно приходишь к выводу что необходимо постоянно балансировать между банальными понятиями быстро эффективно и недорого но мы можем и мы можем с уверенностью сказать что решение на 1 и сегодня являются вызовом запрашивания ну вот таким вот образом как мы видим все больше и больше все это вот честное как санта-барбара там до который тоже будет процесс делаться да но в данном случае вот сейчас здесь уже активно ведется вот эта вся длина два с половиной километра до она вот видите делается и в общем то уже все это видно что процесс идет довольно таки быстро ну и вот под это дело под новый год я тоже сказал как же вообще предстоит в эмирата дела но я вот 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 интересное тоже нашла вы знаете я на этот источник иногда ссылаюсь русские эмираты да по-русски об эмиратах да в дубае 31 декабря перекроют дорогу то бишь управление по дорогам и транспорту то есть дубай перекроет ряд магистрали для движения автотранспорта 31 декабря то есть вы понимаете что люди все будут выезжать на своих авто и поэтому принято решение просто ограничить вот 31 декабря вот эти вот все передвижения парковка самый большой вы знаете за дубай мол там есть такой он висит огромные там даже есть мы когда там были люди ездили на таких электромобилях то есть вы можете снять до 150 вот не помню чего дархам либо долларов на час такую электром электромобиль который возит вас по вот этому молу да вот то есть вызову делайте покупки он такой кабриолет складывается да вещи вас же возят то есть потому что настолько большой там несколько этажей сам по себе большой туда тоже с метро когда мы шли на где-то полчаса мы шли чтобы дойти вот тогда более центральной части и вот даже такие электромобили там разъезжает поэтому парковка в данном думаю более более закрыта пользы полного заполнения парковочных мест транспортными средствами то бишь практически вот бросая машину где хочешь так далее поезда также будут следовать без остановки поезда метро до станции метро за дубай мол 1400 до 20000 включительно да в зависимости от заполнения торгового центра тоже такая и оцепление как ожидается будет до двух часов ночи 1 января вот но еще окончательное решение примут дубайской полиции управление по дорогам и транспорт дубай вот но о чем я вам хочу сказать что действительно проблемы с транспортом какая бы ни была дорогая страна то есть чем более на дорогая тем просто больше дорогих машин на дорогах но суть остается в том же что вот я говорю какой на какой бы ты машине не сидел все равно тебе придется скажем так стоять в пробках искать парковочное место если ты его не найдешь ли вообще закроет парковку где-то бросать машину соответственно ты тоже будешь нарушать права создавать аварийную ситуацию вот поэтому как говорится понимаете все вот эти страны богатые да они тоже ищут решение потому что наверное было бы удобнее сесть семьей в юнибус до или там юникар доехать до там места выйти и так далее также потом после того как ты сделал покупки совершил какие-то либо посмотрел вот на бурж халифа да больше бурж аль араб арабскую башню вот эту самую высокую или там шоу фонтанов также сосел и уехал вот поэтому я думаю что конечно же мы сейчас будем следить за новостями которые анатолий эдуардович озвучит вот но я думаю что по скажем так тем новостям которые мы сейчас уже анализируем понятно что конечно альтернатива она грядет перед самым моим уже скажем так вот выступлением вышла на сайте вот такая статья все скажем так аргументы и принципы неформального лидерства значит здесь выступил воде владимир турман может быть кто-то его знает я вот у алексея хочу спросить знает ли он лично заместитель генерального директора skyward комьюнити руководителя отдела по связям с общественностью эксперт международного уровня по массовому коммуникации мне было тоже очень интересно прочитать эту статью я ее решил тоже вам донести вот потому что действительно сейчас вот те вот 300 спартанцев как я говорю 3000 спартанцев до те люди которые несмотря на все сложности которые были скажем так вообще у компании тех хейты те как говорится вот ну скажем так проблемы с окружением там не верили нам этом осуждали оскорбляли вот и вот сейчас вот эти люди на ним скажем так наверное потише себя ведут да но мы с вами выстояли да и мы с вами формируем то сообщество которое действительно имеет возможность соорганизоваться в целый такой организм и сейчас действительно проходит очень много обучение формирование вот этого действительно организма я бы сказал сообществу поэтому эта статья которую к сожалению не знаю может быть мы увидим потом и действительно выступление потому что всегда когда же живьем говорит человек ну там даже через youtube это интересный слушать да вот я все равно несколько цитат вам приведу и так сравнивается две организации это одна которая стандартная организация директивная модель да когда директор сказал вот и ты просто тупо идешь выполнять без энтузиазма без какой-то скажем так без какой-то может быть искры да вот и просто делаешь и пола получается в данном случае отсутствует механизм обратной связи вот мне сказали я делаю тупо как допустим робот но именно обратная связь вы помогает строить вот эти процессы эффективны цель бирюзовой вот такие компании которые открытые которые создают атмосферу развития до 10 как единый организм потому что вы понимаете если ваша там нога не будет одна ходить то наверное вам будет сложнее если рука что-то не будет брать даже один там палец какой-то большой не будет там закреплять там кружку брать будет неудобно писать ручкой допустим и так далее да то вы понимаете что вот такой механизм так и работает вот поэтому такая вот компания сейчас называется бирюзовая так вот цель данной компании создать команду которая будет функционировать как единый организм и важно неформальное правило это создать комфортные условия для всех участников команды чтобы был результат не только люди работали на результат но интересен был сам процесс подхода к этому результату дальше была освещена такая тема как токсичная продуктивность да то есть распространенное но очень неприятное явление когда человек является профессионалом но при этом он абсолютно не экологичен вопросе построения межличностных отношений я работал в разных компаниях конечно всегда люди притираются вот ну конечно когда ты получаешься что ты находишься в компании и когда где хороший организм вот я говорю вот у нас алексей но очень получился все-таки такой тенден я называю да потому что я более такой эмоциональный горячий могу даже повысить голос но при этом алексей молодец он конечно в этом плане что он всегда выслушает сделает выводы спокойно где-то объяснить и даже в общем-то подскажет как нужно правильно делать поэтому в этом случае вот если так компании происходит когда скажем так одни люди более эмоциональные энергичные но при этом простите я выпущу котик и другие же люди более аналитического склада и могут использовать вот это вот допустим как мозговой штурм до что-то кто-то сбрасывает другую еще 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 на другой человек это может структурировать поэтому я думаю что когда вот такие вот вещи происходят вообще в более большом составе коллективе наверное это здорово вот и за что я благодарен вот допустим алексею что алексей всегда видел именно зерно вот отделял зерна от плевел и допустим отделяет зерна от плевел и действительно иногда вот в разговоре с ним в общем-то сам понимаешь как вот какой следующий шаг можно сделать поэтому алексей тебе привет от меня вот и конечно же мне было приятно всегда когда вот я еще раньше был я уже сколько раз и того и елена степина мне очень много давала ценной информации при том что это было сет на души сказано интересно поэтому да алексей меня поблагодарил да вот поэтому я думаю что вы знаете вот такое формирование когда тебя просто вот ну действительно ты в чем-то можешь заблуждаться и когда вот такая команда когда она помогает тебе где-то подсказывает где-то даже говорит какие-то очень ценные вещи при том это действительно души искать не потому что там за это кто-то чего-то там заплатил или потому что начальник сказал это вот данный момент так происходит поэтому я думаю что мы все становимся лучше потому что наш транспорт экологически и я думаю что вот этот вот отношение внутри то они действительно должны быть более экологичными и я например тоже этому учусь и вот несмотря на какие-то трудности даже с окружением бывает так далее когда ты знаешь на кого опереться это дорогого стоит поэтому конечно же вот эти вот я тоже думаю что если ты профессионал конечно тоже должен работать и над своим эго над своей страны своим характером пресекает проявление токсичности вот о чем и говорится важная задача которая стоит перед каждым руководителем такой бирюзовой команды у нас я думаю она действительно такая формируется вот поэтому негативные эмоции вот тут тоже такая тема интересная как когда мы выступаем вот я кстати сегодня с алексеем это я уже эту информацию опять видел где-то вот и как раз вот я почему вам ее и привожу что когда мы выступаем на самом деле всего лишь восемь процентов передается человека от человеку через слово представлять восемь процентов вот у нас сегодня с алексеем было обучение и завершающие до его действительно когда закончили все выступать вот действительно в принципе вспоминаешь только эмоции то есть ты помнишь человека который был главный допустим выступающий спикер да ты помнишь и его там либо улыбку либо наоборот там какой-то там не улыбку давайте так скажем да вот интонацию улавливаешь улавливаешь вот эти вы какие-то тембр громкость и так далее так вот и в принципе о чем он говорил ты иногда не понимаешь ну башну мне понравилось классно а потом уже да там ну вроде это городе это так вот на самом деле так и происходит так вот действительно восемь процентов слова 37 процентов это интонация и ее различные накраски 55 процентов это невербальные средства передачи информации выражение лица положение тела и жеста да поэтому нам удары когда проходили мы обучение на ораторском искусстве даже тоже сказали что если вы вот не будьте говорящий головой поэтому если я вот так вот вам машу руками и говорю ставлю там лайки пальцы кверху да это людьми воспринимается интереснее вот но скажем так это вот видите такие уже скажем так подходы с точки зрения вообще уже у как вот бизнес и вообще бизнес сотрудничества ну вот ну и говорится что действительно в бирюзовой компании сотрудники это все то есть нет директора нет там подчиненного ли там я не знаю это все именно руководитель должен сам первую очередь быть примером и давать четкое понимание профессиональной этики и ценности компании вот и успех к успеху вот если как мы до в настоящей команде каждого вдохновляет достижения каждого поэтому когда у нас даже в нашей маленькой команде происходит успеха я всегда вам тоже благодарен за то что вы ставите лайки вы ставите допустим благодарность какой-то высказываете и ты понимаешь что вот эту презентацию ты готовил не зря поэтому я тоже вас всех благодарю наши 11 человек вам огромный привет от меня тоже вам скажем так зеленый свет от моей до сердечной чакры вот я вас тоже благодарю и вот таким образом мы плавно подошли к тому я тоже эту информацию благодарю вас тоже лен вот я тоже такую информацию тоже хочу вас познакомить да потому что в принципе я сейчас знаете столкнулся с тем что я наконец-то для себя вот понял кого я хочу звать в команду и кого я не хочу взять брать команду мы с вами многие допустили какие-то ошибки сейчас я кстати тоже вот немножко у меня ситуация схожа допустим как у лены была ситуация не знаю конечно как она там у него там данный момент но у меня сейчас похоже ситуации когда люди которые тебе были благодарны в один день превращается в совершенно в противоположности начинаю тебя хейтить унижать и так далее все несмотря на все какие-то вот непонятные там вещи хотя все движется все меняется и так далее вот но возможно этим людям просто не хватает энергетики я вот поэтому с вами такую тему хочу затронуть действительно кого стоит приглашать как на людей смотреть что делать и на такая вот есть такое понятие витальный интеллект может быть по-другому видите веке у по-другому это я смотрел на русскоязычных сайтов называется жизнестойкость вот либо такая вот жизненная энергия вот на самом деле ее ввел французский психолог перкас вот и он утверждает что самое главное качество лидеров это количество энергии для того чтобы за человеком шли у него должно быть достаточно энергии но это все абстрактно и вот наши ученые борис иванов кажется его зовут вот он действительно высчитал это все и поэтому я сейчас вам очень кратко немножко поясню да как и что и вы можете даже тоже сориентироваться во первых на себя посмотреть да вы можете посмотреть на свое окружение и вы можете даже объяснить себе некоторые вещи процессы которые вы допустим рассказывая людям о чем-то великом а таком таком допустим интересным транспортным решение как струнные технологии вы тоже сталкивались просто со стеной непонимания ну начнем и так если взять самое элементарное ноль процентов если мы представляем что наши энергии вот такая какая-то батарейка да вот это 0 процентов это кома то есть нет энергии человек живой но практически ничего у него не работает вы знаете он всегда подключен каким-то аппаратом искусственного дыхания там и так далее вот мозг еще не ум 5 процентов мы можем глотать и переваривать то есть вы знаете иногда подведены трубочки когда человек там что-то там жидкую пищу глотаю что там переваривается но это все действительно такое вот состояние амеба 10 процентов человек может одеться и передвигаться по квартире выглядит это как будто он восстанавливается после очень тяжелой болезни но мы тоже возможно знаем таких людей да и может быть это даже наши родственники бабушки уже старенькие там или дедушки действительно поэтому мы когда-то должны в этом плане понимать что если какая-то вот они привыкли смотреть какой-то там допустим сериал ли они знают как включить и вот вы им хотите что-то давайте пылесос там куплю давно он привык вот допустим веничком убирать и так далее все и не надо вот его в этот момент что ты очень прошу нет энергии воспринимать совершенно другое 20-25 процентов это человек может передвигаться по знакомому маршруту делать привычную работу действовать только по известным правилам и выполнять mail мелкий ручной тут 25 процентов вот но я привел пример допустим такой как допустим уборка дворником да вот листочки собирает вот человек знает его маршрут вокруг дома знает где нужно подмести какие-то там бумажки вы может бы там вы эти вытащить эти мусорные баки этом ну вот такая работа это люди вот которые вот они выполняют работу как правило естественно платная работа да вот она невысококвалифицированы но она вот понятно надо бы чтобы было чисто убрано и допустим там помыть подъезд примерно 35 процентов человек способен планировать время успеваю не успеваю у него есть это понятие градация да то есть это научные доказательства там были разбиты несколько групп это проводилось довольно-таки долгое время я и вот это вот вывели не потом ни по одному не по двум человеком целые были такие группы людей далее при изменении впадает в панику то есть допустим вы знаете иногда люди вот возрасте допустим если они выходят чтобы там к автобусу либо пользу за два часа такой я сейчас уже ну вы все знаете там там приедут и вот они сидят этом вокзале с два часа вот и тогда и для нее это нормально главное что они вот приехали вот знаешь откроется вагон там или это самое но они уже здесь то есть люди которые скажем так молодые никами сбегают он спасибо в последний поезд в последний вагон сбегают и поехали дальше уверен в себе знакомых условиях это 35 процентов умеет подзаряжаться от результатов эстетики здесь приведем пример вот таксисты там потому что был приведен пример до либо это основная масса именно работников офисов то есть когда он знает свое место он знает определенную свою работу ему не требуется возможно какой-то много думать потому что его задачи у него спускаются сверху то есть есть начальник начальник дал начальником отделов начальник отдела довел до каких-то там других начальников те начальники пришли вот далее вот вот это вот название может даже обидно какой-то все планктон да вот примерно вот такой вот 35 процентов и я вам хочу сказать что большинство людей к сожалению они довольствуются вот этой вот цифры 35 процентов то есть у них должно быть основное место до знакомые условия желать ничего не менять они знают свою работу выполняет дано более квалифицированно нежели там работа уборщика либо дворника но при этом вот этот 35 процентов они ничего не хотят вот они менять свои жизни изучать что-то новое поэтому приведен такой пример если вам ваш уровень энергии 35 процентов и ниже вы близки к опустошению поэтому вам очень срочно необходимо вспомните осуществить все что вас реабилитируют приятные фильмы музыка тишина прогулки массаж нормализовать сон аппетит пересмотреть дружбу с допингами да то есть когда нам надо отдыхать и мы пьем кофе либо там вот эти вот сладкие напитки и так далее исключить эти инфошум отключаете три ленты не раздражайте себя успехами других то есть вы представляете вот то есть мы когда с вами ну я сейчас проходил тоже такой вот марафонового артема нестеренко в принципе я с ним был уже ездил к нему в свое время на его обучение лично потом вот скажем так потом как то потом еще раз виделись потом что-то я пропал и и он из моей видимости пропала я зима может быть так как-то в жизни тоже получается да вот и сейчас получилась опять у нас такая вот скажем так было ну с моей стороны я его очень брата он там знает там их таких как я там тысячи миллионов до у него вот но вот он назвал телефон сиська да то есть вот потому что говорит мы без телефона вообще жить не можем и там все удовольствие там эти кто к тебе и instagram и я не знаю мы любимая музыка и там что-то можно почитать и полистать и все и нас наш мозг он в общем-то довольствуется вот этим вот зачем читать книгу когда можно полить полистать tick tock посмеяться и получить этот дофамин гормон удовольствия да и при этом мозг понимает а зачем напрягаться да то есть вот большинство вот обратите внимание человек не способен воспринимать большую информацию то есть прочитать книгу как раньше допустим читали люди достоевского там не знаю толстого это нереально потому что чтобы прочитать доме не знаю там помните война и мир там еще на французском надо ссылочки вот это спускаться вниз и боже мой еще мелким шрифтам там читать то есть уже забыть что тебе вверху страница тебе надо уже там посмотреть на французском что понимаете и вот тогда люди получали дофамин когда заканчивалась когда вот это было после кульминационного момента развязка и вот вы наконец-то понимали что случилось вы понимаете но потом нас это все перебили нам сначала мексиканскими сериалами потом это все перебилось вот этими телешоу грязное белье да сейчас вообще не надо даже телевизор смотреть ты взял вот это вот тик токи они все скажем так с тобой вообще под рукой и ты в общем да там просто живешь вот поэтому вот это не было одно из заданий такой тоже очистить свой телефон от тех ресурсов которые ты вообще не пользуешься перестать смотреть вот эти дешевые дофаминовые удовольствия это вы можете для себя сами решить что для вас является дешевым вот этим удовольствием дофаминов вот и таким образом у вас энергия начнет сохраняться то есть я как один вам таких вот и зла и хаков предлагает вот дальше нельзя необходимо рекомендация перестать от себя требует продуктивности потому что люди тоже как вот я сейчас делаю вот я там начинаю и допустим надо тело как у шварценеггера за две недели да вот или похудеть там стать как там я не знаю там мы мэрилин монро да и вот это все быстро 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 но естественно что за такое время ничего не получается и опять идет депрессия поэтому не надо я тебя ничего требует надо все начинать делать с удовольствием не планировать глобальных перемен даже вот такие вещи как скажем так куда-то переехать что-то там что-то построить требует действительно жизненных сил ставить надо простые цели разобрать шкаф дочитать книгу выехать на природу да и воспитываем самоуважение делаем только то что выполнимо и приносит позитивные эмоции и за каждый результат мы должны хвалить себя вот представляете это 35 процентов когда мы с вами даже встречаемся и когда вот мы иногда говорим да там транспортом это и вот на тебя человек смотрит мне была такая ситуация я даже своим бывшим однокашником ходил я был в шоке когда им стал рассказывать ну не всем конечно там допустим я вам привожу один пример девушка очень такая толковая все и замечательно все я когда я говорю а вот человек на меня смотрит немножко таким вы знаете как вам сказать ну не хочется бежать на такие глаза коровы такие вот она моргает и все вот у нее зрачки в 1 смотрят на тебя и понимаешь что о чем он там шепчет вот понимаете а я тут то там это там то все и вот получается что в общем то просто нету восприятия этой энергии и вот смотрите если мы таких людей начинаем потом затаскивать насильно куда-то вот не получилось ли это что нас потом начинают обвинять там в чем угодно вот потому что мы понимаешь ли там их обманули а сил у них не будет разобраться и они не будут читать вот то что им говорить а другой скажет да это все брехня это все пирамиды тогда вот поэтому я для вас вот такой тоже оставляю скажем так тему для продумывания дальнейшего да давайте дальше посмотрим 45 процентов осознает свои цели разграничивает их от тех которые навязывает общество семья коллеги уже есть разграничение собственные цели становится важнее чем внешние такими людьми сложно управлять и манипулировать с этого момента начиная действует мотивация постановка целей и путь к ней появляется вкус эстетика человек привлекает человека привлекает красота красиво может быть да все что угодно даже отчет понимаете вот я когда допустим делал вот чтобы вот эти вот батарейки сделать уже меня простите да вы знаете где-то час потратил потому что нету таких лучше было 45 процентов чтобы было желтенькое что было зелененькое поэтому мне приходилось брать эту пустую батарейку и ее уже нарезать чтобы она была еще по размеру подходила допустим под мой но мне допустим вам нравится вот скажите то что я вот как я готовлю презентацию вот мне пока мне не самому не понравится я буду делать переделать этом несколько вариантов батареек там искал вот поэтому я тоже благодарю поэтому я тоже делаю так чтобы раз нравится мне я думаю должно понравиться и людям вот но на вкус и цвет товарищей нету но я все равно делаю это с удовольствием благодарю вот дальше 50 55 процентов ну здесь я на свой страх страх и риск привел вам джека ма и уоррена баффета ну конечно я это тут уже знаете так невозможно всех людей запихнуть там сто процентов и так далее да но в принципе смотрите уровень лидерства человек становится интересным да за ним следует и воспринимают как личность который нужно прислушиваться на этом уровне ресурс энергии стабилен поднять его сложно как и опустить человек этого уровня энергии всегда личность но я думаю со мной все согласятся что и джек ма личность и уоррен баффет личности конечно наверняка мне гораздо больше энергии но я просто хотел невозможно всех людей засунуть в один слайд поэтому я вот так вот распределение сделал далее 60 процентов включает если взвите всего пять процентов уже вышел на 60 процентов данные люди включают понимание что люди компании команды могут быть разными и это нормально вот это ксенофобия вот это там это черный а ты там белый а ты красный там и так далее вот на чем у нас вот всех повязывают разделяя властвует то есть вы понимаете почему происходит иногда даже вот эти вот войны потому что люди им гораздо легче вбить в голову что оказывается если я там другого цвета или извините на другом языке говорю значит я уже другой и дня можно унижать и тогда то есть нехватка энергии вот почему нас всех вот этим вот зомбоящиками скармливают потом всякими дешевыми удовольствиями до пивко гамбургеры и так далее вот это все съедает нашу энергию понимаете поэтому если вы начнете правильно действовать и наполнять свой сосуд энергии до вы будете уходить и будьте переключаться все выше и выше идти на на более высокие вибрации с вами вам и трудно будет манипулировать и вы можете действительно поднять других людей которые рядом с вами на более высокий уровень как вот это смотреть какой интересный такой тоже это же наши ученые написали как минимальный уровень для не калечащих психологов и коучей потому что сколько людей загоняют вот эти все на коучинге да и промывают им мозги там ой у вас такое плохое детство у вас такая плохая страна ой у вас то то и люди да как крысы за дудочкой нильса до идут и все и все все ты мне не жена ты там тот и там все и вот понимаете и на этих людей это уже не подействует то есть они сами знают что они хотят человек осознает что не обязательно перестраивать всю компанию или семью по модели которые он представил он сам знает как нужно но умеет принимать то что уже работает это что можно добавить понимаете вот это вот уже идет и разграничение вот это мне нравится мы оставляем вот это мы дополняем вот это вообще нет мы это придумаем и внедряем я вам привел луизу хей как одного из лучших допустим к ну все ее знают можно не лучше но и все знаю как психолога человека тоже с очень непростой судьбой но которая сделала себя сама давно его сергей бен вы все знаете гугл да поэтому это тоже вот ну скажем тоже его ну просто внесло 60 процентов далее идет уровень 65 75 процентов здесь я не мог обойти да потому что был чемпионат я кстати не смотрел его ну в целом вы понимаете что вот у нас много людей с аргентины с латинской америки конечно нет там просто вот все на ушах стояли но и джон леннон то есть человек в полной мере ощущает социальную значимость то есть такие люди уже не могут делать какие-то глупые поступки да кроме того у них есть за ними идут толпы фанатов да то есть они как джон леннон писал песни которые говорили о мире о действительно о равенстве о свободе вот так же месси который действительно очень много делает для развития вообще и спорта и своей страны действительно все ну то что он чипсы рекламирует я категорически не согласен вот поэтому здесь это мое личное мнение ну вот допустим это так да это лидеры мнений и вот это 65 75 процентов и дальше 80 100 процентов это мировая известность например как относится это правители страны невозможно сейчас определить 80 процентов у человека или сто процентов занесли в одну вот эту градацию но знайте что человека с энергии сто процентов будут помнить несколько сотен лет вот кто сомневается что юницкого будут помнить несколько сотен лет если это только сейчас начинается да и вопрос еще в том почему то нет вот это вот тут вот самое важное теперь услышите что я был тоже удивлен что сто процентов вот так человека с такой энергии его поймут единицы единицы ты его поймут вот его видение вообще вы представляете как таким людям бывают очень тяжело и теперь представьте ту вот эту вот массу планктонную которые кричат дай денег а чё она не едет а когда там то а когда все статьи пошли и так далее и вот я вот когда вот это вот прочел вот эту вот статью вообще осознал переработала записал сделал я просто вот понимаете просто я говорю мы должны с вами поднимать не просто вот говорит вы должны быть сами на своем месте человеком уже как минимум 50 60 процентов чтобы ваш авторитет и когда один авторитетный человек заявляет о другом авторитетном человеке знаешь ты не дорос еще понять вот эти вот масштабы которые несет вот этот гений и тогда вот может быть вот эти вот не придется накидывать платочки на каждой ра точке да на все ра точки и мне кажется таким образом вот если нас будет действительно таких людей больше мы просто-напросто будем идти и действительно менять этот мир не смотри не смотреть куда он катится окатить его в лучшее будущее это вот такая вот . антон едуардович да я думаю что мы это сможем сделать вот ну и немножко такой информации действительно прошел да там . такая хорошая конечно и немножко я вам да да действительно вот хотелось не услышит наверное вот этот комментарий может быть как приятно осознавать что мы хотим этот мир сами вот да катим катим этот мир сами да и самое главное что мы его катим и действительно мы знаем что это будет хорошо для всего мира понимаете не только для человека не только там для каких-то там богатых может где это будет и для той же травинки и для того же лис . бабочки мышки бизона понимаете и дышать будет легче и будет очень много действительно того что действительно нашу планету нас дороги вот и вот это вот действительно акция миллион сердец skyward комьюнити действительно было очень здорово к сожалению как может быть вы многие там не нашли если кто-то смотрел записи там youtube придрался музыкальным вот этим вот вставочкам потому что якобы там какие-то были взяты музыка с авторскими правами сейчас вопрос этот утрясается либо меняется вот этот вот музыка либо там как-то оплачивается балл вот это вот скажем так авторское право вот поэтому посмотрим как это но все заказы закроется но мы ситом событие было замечательно да вот и действительно выступали алексей суходой евгений кудряшов вот действительно они выступали шаржи вот да в арабских эмиратах лёша алексей на умоющие алена посетили этих на парк провели обзор на экскурсии были разыграны множество призов были разыграны доли skyward комьюнити среди тех кто победил вот в этих вот в тура стал золотым участником да и конечно же вот это вот ирина и кристиан очень эмоционально все это преподнесли скажите кто видел это кому понравилось поставьте восклицательные знаки потому что действительно это было очень ну скажем так очень быстро даже прошло да вот нас тут какие-то были викторины постоянно как что-то менялось и так далее поэтому я например не ожидал даже что я посмотрю все полностью от начала до конца все это было так эмоционально все поэтому наверное это было здорово что в нашем сообществе стали появляться такие вот интересные мероприятия новогодние действительно которые и объединяют и знакомимся мы больше с людьми и вот действительно наш мир все больше и больше окрашивается яркими цветами что действительно проект развивается скажем так большими шагами идет но в то же время и сообщество растет таких вот креативных умных красивых людей вот поэтому события очень здоровской конечно в живьем смотреть гораздо лучше потому что там какие-то накладки были так далее когда в записи так всегда можно почистить но не та энергетика поэтому все-таки если даже не смотрели все-таки пересмотрите но лучше конечно все это быть живьем смотреть ну и сегодня я хочу вам похвалиться что мы занимались в такой вот в команде у нас была маленькая команда русскоязычный вот мы с алексеем и айнура она была с киргизстана и вот у нас было месячное обучение по профессии такой комьюнити менеджер это те люди которые действительно создают вот это сообщество учатся его правильно формировать ставить правильные задачи решать правильные задачи вот и мы сегодня успешно сдали этот свой проект нас похвалили мы были одни скажем так из лучших но мы соревновались с вьетнамцами да и конечно я хочу сказать там три команды ребята молодые все очень заряженные очень креативные и мы очень очень многому научились именно у таком у команд вьетнама это очень здорово и несмотря на то что они бьют рекорды по скажем так инвестициям да они действительно просто умнички потому что они очень креативны и обращают внимание на все как сделать есть люди в возрасте есть люди которые скажем так старой закалки есть очень молодые есть кто знает одно другое и вот как они все это умело все делали преподносили просто можно было мы слушали и восхищались вот их умением это сделать вот поэтому скажем так мы получили сегодня дает такое такие дипломы вот спасибо за поздравления а вот а в свою очередь я вас поздравляю с наступающим годом кролика ведь у нас сегодня с последнее выступление вот уже в уходящем году вот проводим старый год и наверное войдем в новый год с новыми планами с новыми достижениями за то что я сегодня вам рассказал про энергетику обязательно продумайте энергетику просто так нельзя взять и скажем так зарядиться даже телефон требует нескольких часов чтобы зарядить эту батарейку вот а мы с вами действительно будем основываться сами расти и при этом понимать кому и как нужно давать информацию и нужно ли вообще вот лёша выходи вот так немножко плохо вижу да ухнем и да все да вот лёшенька вышел лёш как не слышу тебя 1 2 1 2 прием прием ну спасибо да олег за презентацию немножко разбавил психологией вот так что думаю что было всем принципе интересно послушать про уровне энергии про уровне людей вот ну и приятной неожиданностью было что наш анатолий дар дэч ты поставил прямо на самую верхнюю на сто процентов вот но и мне так пришла мысль вот такие люди наверно как леонардо да винчи которых мы знаем уже там ну четыре сотни лет прошло а мы до сих пор таких людей помним вот ну и наверняка да если он добьется того чего тех целей которые были поставлены то это действительно будет точно так же мы тоже шиторянцы у нас не раз называли леонардо да современности его интересно вот спасибо лёша за комментарии я даже не сомневался у меня сразу первую мысль была это когда еще там искал другие фотографии что сто процентов конечно этого анатолий эдуардович и поэтому тут даже и думать нечего да вот а потом уже я решил что ну что я только одну фотографию на то ударничьи почему тогда я уже нашел немножко других известных людей там конечно очень и очень много много актеров допустим там ки ноги различных кино актеров до много писателей так далее но я просто говорю действительно но для меня было удивление что действительно 35 процентов тот процент который довольствуется очень многие люди и они в принципе может даже не осознают что я вот ну как вот эта информация видите который немножко такая вот заставляет думать наску на каком я проценте вот допустим вы понимаете вы же тоже можете сейчас сориентироваться и примерно поставить себе свой процент да и посмотреть какую сторону расти что убрать что это но мы можем в следующем году я могу подготовить вообще такую тему так может быть это будет оффлайн это будет не в рамках есть определенные методики как поднимать вот ну могу поделиться каким-то инсайтами от артема нестина какие-то я еще кучу литературы сейчас перечитал уже по этому поводу вот и действительно поработать вот в этом плане может быть у нас будет какая-то такая тема можно взять отдельно так что лёш вот так можно пусть может каждый в чате сейчас напишет ну как она оценивается вас вот про уровень энергетики надо во первых это надо во первых опять-таки вернуться к слайдам потому что там все так расписано да вот и да спасибо тоже вам вот во вторых вы можете найти это действительно набрать загуглить витальный интеллект именно найти там где вот вот это вот скажем так распределение по процентам там надо вот потому что я ну может быть я даже найду в чате выставлю где я находил да и тогда люди уже посмотрят и действительно вот так бы найдут себя но фактор что я еще раз говорю о том что здесь не надо даже переживать вот у вас допустим 40 процентов у меня всего 40 процентов то есть это все восстанавливая но при этом нужно убрать вот эти дыры до которые откуда уходит энергии где она сливается и это первое что нужно делать а потом уже повышать свой уровень да вот и вот эти вот дыр где она сливается и они есть да они есть у каждого человека кстати еще тоже по поводу месте ты там за затронул вместе побил рекорд лайков в инстаграм самый оказался за лайками за всю историю у астаграма видишь люди пишут 55 60 процентов вот какие у нас слушатели отлично вот у меня тут немножко александр александр сосинович информация пора встретиться мы планируем на 20 января выкатить на парк вот там заявочку подали поэтому если что можно будет встретиться у николай вас решет молодец николай это очень здорово когда действительно у нас люди с большой энергетики потому что действительно очень тяжело если у тебя самого нет энергетики кого-то еще там подпитать и поддержать и кого-то довести до нужной на скажем так кондиции поэтому я говорю конечно же наращивайте свою энергию передавайте ее кстати такая информация интересным было что матные слова когда они вот просто как вместо слов паразиты они на самом деле для организма являются стрессовыми словами да и человек когда ну вы понимаете что мата он в общем то где-то да он присутствует когда действительно в ситуации когда надо кого-то резко взбодрить там или что-то такое вот делать действительно ну на войне очень много мата действительно потому что я не знаю какие-то сложные ситуации а когда человек просто этот мат использовать но организм воспринимает как будто это стресс а вот когда действительно это слово паразита различным летает то человек получается на самом деле постоянно стрессует стрессует и струсует теряет энергию теряет скажем так здоровье в ну вообще там потому что это все взаимосвязано да вот поэтому это тоже очень важно то есть на эту тему можно быть бесконечно вот но я вам говорю о том что об этом надо задуматься как минимум да вот и таким образом повышать свою энергию чтобы потом передавать ее своему окружению и расти и расти лишь поздравляю тебя с дипломом еще раз спасибо взаимно да и а всех мы поздравляем с годом кролика годом котика да вот и уже лёш когда-то там клещи 1 2 или 2 числа мы встречаться не будем решили сделать небольшой такой выходной мой